приветствую всех зрителей подписка в канал а также гостей пришедших для просмотра данного ролика находимся мы сегодня в новосибирске толмачева это microsoft white симулятор 2020 и соответственно воздушное судно у нас boeing 737 800 уже обслуженной техника вся отъезжает как ты видишь вот в чем смысл данного ролика сегодня значит мы после вчерашней посадки неудачной когда у нас выпить это самолет как мне показалось могу ошибаться но мне так показалось что не сработали тормоза именно колесные ну то есть наземная и вот то есть я оттормаживался только реверсом поэтому сегодня мы взлетаем делаем коробочку значит что будет происходить значит смотри находимся в толмачева вот мы стоим на стоянке взлетаем из 25 полосы 25 в работе далее набираем по прямой до идем к первому развороту ко второму 3 4 совершаем посадку то есть ну просто делаем круг круг так называемый да ну то есть вообще называется коробочка значит ориентироваться мы будем ну естественно курсоглиссадная система нам в помощь и есть у нас тут дальние и ближние приводные радиомаяки по нему тоже будем ориентироваться вот плюс время плюс поставим фиксы те которые нам нужны вот собственно вот так вот мы сегодня совершаем полет совершаем посадку и смотрим опять же как у нас будет вести себя наш самолет вот такая задача на сегодня так сейчас пару сек я думаю можно будет приступать ну да собственно оказываемся в кабине давай мы тогда запрашиваем ground power наземное питание запрашиваем идем на оверхед сразу же и все сегодня быстренько делаем то есть самолет вчерашний конкретно стоит то есть так все батарею подключили огни за армировали так позиция тропа рейди включаем стоять и значит далее 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 где у нас нас наземка появилась до наземка у нас появилась подключаемся мы от наземного питания никаких тестов мы не проводим сегодня в общем то будем считать что самолет у нас вчера обслужили все протестировали все работает все хорошо так согласование оставим аирак последний стоит 2208 с 11 августа до 8 сентября 22 года он у нас в работе используется так аэропорт к уннт так последняя позиция она значит давай мы ее возьмем сюда поставим так есть есть оригинал вылет ее ннт прилет ее ннт вообще можно это конечно не забивать так flight number ну раз у нас тестирование значит это будет тест давай допустим вот так тест 0 1 хотя тоже опять же говорю значение никакого не имеет двадцать пятая полоса на вылет ну и все никаких точек и никакого плана так самолет у нас давай мы его загрузим также когда наверное было вчера но приблизительно так 5 тонн топлива и на 60 процентов грубо говоря загрузка так все отлично здесь пусть так и остается так 5 тонн ну там пускай резерва будет 2.0 кост индекс пятнадцатый так подожди-ка эшелон 0 3 0 на трех тысячах мы пойдем традиционный пикют мы не трогаем нам это тоже сейчас не нужно так давай тогда здесь сразу же три тысячи сделаем даже ладно пусть три будет не страшно собственном пока не могу ничего сделать ладно так 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 дальше 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 у нас курс у нас крем давай по на 30 ставим 250 вторым мы взлетаем так 252 здесь также 252 флаг директора так давление в аэропорту у нас выставлена нужно нам перевести в гекта паскали 10-13 гекта паскали есть превышение порта так смотрим у нас превышение 362 фута соответственно минимум по бару будет у нас 562 так 562 выставлено давай тогда опять идем сюда так будем мы в режиме то 1 climb 1 закрылки на взлет 5 центр гравити 23 и 8 триммирование на взлет пример 455 выставлено так скорости v1 virotate v2 так что у нас безопасность 141 141 есть подтверждаем данные скорости да и собственно наверное все ждем сейчас пока согласуется у нас наша инерциальная система так ветер у земли конечно вы посмотреть ладно не будем сухая полоса ветер у земли я сейчас не знаю потому что погода у меня стоит нереально в реально там сейчас идет дождь вот в дождь я лететь не захотел то есть поэтому пускай все так и будет вот процедуру по снижению шума естественно мы никакие не используем сегодня вот поэтому вот так да не важно что тут будет у нас в принципе здесь как бы мало что заполнено ну можно оставить скоростью чтобы видеть так хорошо потом у нас по согласованию сколько времени осталось одна минута отлично давай вот запускаем тогда вас и ушечку нашим так топливным мы открыли поехали запуск вас у у нас паки паки выключены запуску в сумму от превышение порта 352 да я говорю он 350 здесь у нас 3000 футов будет так электрические насосы подключаем гидравлические запустятся уже после запуска двигателей так в соусу ждем лампа в сумму у нас запустилась соответственно генераторы переключаем от вас у также включаем отбор воздуха от вас и ушки так паки не включаю потому как мы сейчас уже будем двигатели запускать поэтому к тому же надо подключить обогрев так остальные топливные краны мы открываем никуда мы не выталкиваемся ничего не делаем просто включаем лампу антиколлижен light он говорим о том что мы сейчас будем запускать двигатели так мы пристегнуть давай наверно тоже для порядку включим хотя конечно это значение сейчас не имеет так запуску двигателя мы готовы отбор воздуха тусунов у нас включен поехали запускаться так запускаем зажигание левая наземная гаунд погнали смотрим раскрутку двигателя по n2 так давай частоты тогда еще пока введем сто восемь пятьдесят это чистота илс восемь пятьдесят до как чистота илс у нас есть в активное окно переставляем подожди сто восемь пятьдесят до сто восемь пятьдесят есть так ответчик пока что в стендбай у нас есть вор маяк но мы по нему ориентироваться не будем я на всякий случай частоту его в виду сто тринадцать тридцать во второй комплект просто так сто тринадцать тридцать давай тут сразу подключим трафик масштаб поменьше сделаем так как у нас выключен двигатель отчелкнулся в положение комнаты его выставляем и запускаем левый так хорошо на колодках мы стоим сейчас будем их убирать поэтому мы поем на стояночный подожди у нас еще наземная подключена так наземать наземная отключаем далее дисконнект и убираем колодки так 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 мастер ковшин отключаем так 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 тормоза и рта на случай отказа от взлета так вертикальная у нас будет 1000 футов в минуту так авто тротал мы армируем ну и все готовы мы начинать руление соответственно так силает включаем рановой торнов также подключаем двигатели в комнаты генератор это надо двигатели переключить так вас ушка нам не нужно отбор воздуха двигателей ставим от вас у отбор убираем изолюшен в эльфа авто так и в положение авто включаем выключаем в су так обогрев пито также включаем ну и собственно мы готовы к рулению так закрылки положение опять состояночного снимаемся так не ввел я еще данные по маяку тогда в дальнему приводному с частоту его гляну 310 310 его чистота ну и Так, 310 и 0. Да, 310 и 0. Так, пока катимся, давай введем тогда. 310 и 0. Так, и здесь тогда сразу мы на него переключимся. ADF 310.0. Вот он нам показывает, что он находится у нас приблизительно вон там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, далее. Взлет не включаем, так силойт отключаем, стробы включили, ответчик у нас в положении ТАРА, готово к взлету. Так, ну закрылки недовыпустили в пятое. Так, все, закрылки 5 установлено. Так, все, закрылки 5 установлено. Скорость 80. Так, все, закрылки 5 установлено. Так, мы же должны идти в режиме хэдинг, я забыл выставить. Так, закрылки убираем. Идем 250 пары, блин, забыл хэдинг поставить сразу. По идее, должны были взлететь по прямой. Ладно. Так, на скорости мы пойдем 220. Начинаем левый разворот, на курс 162 мы уходим. Так, РТО мы отключаем, ставим единицу, как и вчера мы садились. Так, идем курсом 162. Далее нам нужно ввести фиксы для нашего порта UNNT. То есть нам нужен радиус, точнее расстояние 10 миль. и расстояние 20, даже 25 миль. Так, вот здесь получается мы начнем наш разворот следующий. Для чего, да, мне вот эти круги, они мне помогают также ориентироваться. То есть далеко улетать от аэропорта перпендикулярно ему нам не нужно. Соответственно, мы же должны параллельно полосе пройти. Просто учитываем, что нам нужно будет еще и расстояние на маневр. Соответственно, вот подходим мы к этой зоне 10 миль. И можем делать следующий доворот курсом 0,72. Чтобы выйти параллельно нашей полосе. Также смотрим, где наш приводной маяк. Вот нам показывает стрелка, где он находится. То есть нам нужно, чтобы он оказался сзади, естественно. Это нам будет говорить о том, что мы можем начинать третий разворот. Так. 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 adults убираем так драка. Трактами видами транзора. Так граммарат отmaz сeschmolxsmen' выйдя за 20 минут вот эту зону мы начнем разворот точнее ну подходя к ней да мы начнем третий разворот потом 4 чтобы нам выйти на полосу заходя в зону 10 миль мы уже как бы должны четко понимать что у нас уже почти посадочная конфигурация должна быть и мы должны видеть там захватываем ли мы были саду идем ли мы по курсу четко и совершаем ли мы вообще посадку или нет или вы потерялись грубо говоря а видимость хорошая в принципе как ориентир можно использовать и реку почему бы нет но если предположить что видимости будет не очень хорошая то собственно нужно идти конкретно только по приборам а 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 и а а Продолжение следует... 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 1 забудем с закрытками 30 скорость 140 выпуск закрылок начинаем соответственно с этим гасим скорость так активируем оправочи режим они активируются на ха-ха-ха зашибись лет а а Продолжение следует... 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 Так, автопилот я отключил... Все, идем дальше... Дальше идем уже на руках... Продолжение следует... 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 на посадочной прямой уже не стал я его делать длинным каким-то там у меня есть вот 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 Продолжение следует... Ну, отличная посадка, мягкая, четко по осевой. С поляра вышли, кстати. Ну, смотри, я не знаю, отработал самолет на 5. Почему он вчера у нас так не отработал? Непонятно. Ну и давай еще вид с салона посмотрим. С пассажирского места. Вид с пассажирского места. Рядом с двигателем мы сидим. Ну вот, летим над Новосибирском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Покачивается крыло от ветра. Это для тех, кто говорит, что в двадцатке нет физики. И вся физика ушла в другой симулятор. Не помню, в каком-то порту я заходил при сильном ветре. У меня самолет боком фактически заходил на полосу. Ну, это тоже так о том, что просто физики-то нет. Ну, как бы, видишь, каждый хвалит свой сим, поэтому своя рубаха ближе к телу. И такие мнения имеют право место быть-то, поэтому кому-то больше нравится X-Plane, кому-то 20-20. Каждый имеет на это право. Я так, например, даже 12-й, если честно, не жду. Я смотрел по нему там новости, всякие выпуски, обзоры какие-то. Ну, такие еще пока что минимальные, конечно, то, что там сделали. Но я скажу, что я его не жду даже. Продолжение следует... Продолжение следует... Отлично отработал самолет. Не знаю, что было вчера, почему получилась такая посадка. Сегодня у меня претензий к самолету нет вообще. Ну вот, прибыли мы в город Новосибирск. Буду я на этом заканчивать. Значит, что касается коробочки. Идеальная коробочка у нас получилась. Сейчас покажу. Значит, смотри, взлетели с Новосибирска. Первый разворот, второй, третий, четвертый. И четенько сели. Вот это не знаю, что за линии. Откуда они взялись. Может, это повтор. При повторе, скорее всего, нарисовались. Вот. Поэтому у нас была четкая коробочка. А и мы уже на стоянке. Тут уже приехали багаж грузить, либо разгружать. Вот. Ну а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok